МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дайвера-педофила из Вилючинска отправили в колонию строгого режима. Речь идет о 54-летнем тренере одного из спортучреждений. Его признали виновным в совершении 7 сексуальных преступлений против детей младше 14 лет. Следствием и судом установлено, что тренер-дайвер в период с 2015 по 2018 год, преподавая курсы по дайвингу малолетним жителям города Вилючинска в спортивно-оздоровительном комплексе, а также в иных местах, совращал девочек возрастом от 9 до 12 лет. Уголовное дело возбуждено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников полиции. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. С последующим ограничением свободы на 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с обучением несовершеннолетних, на срок 15 лет. Приговор в законную силу не вступил. Более полумиллиона рублей задолжал Вилючинский коммерсант, директор одного из местных предприятий по производству бетона, своему главному инженеру. Сотрудник не получил зарплату за период с мая по октябрь 2022 года. Компенсацию за неиспользованный отпуск, а также выходное пособие на общую сумму свыше 550 тысяч рублей. Указанный заработок работник самостоятельно взыскал, обратившись с иском, в Вилючинский городской суд Камчатского края, решение которого вступило в законную силу. Вместе с тем, согласно изученной в ходе прокурорской проверки финансово-бухгалтерской документации предприятия, установлено, что в действиях руководителя организации усматривались признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145-1 Уголовного кодекса Российской Федерации, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности. Следком возбудил уголовное дело. Его расследование находится на контроле городской прокуратуры. 26 ДТП без пострадавших и 5 аварий, в которых 6 человек, среди которых двое подростков, получили травмы, произошли на полуострове за минувшую неделю. Как сообщили в Краевой ГИБДТС, 22 по 28 мая удалось поймать 14 пьяных водителей. 8 из них отказались проходить проверку. 74 пешехода нарушили правила дорожного движения. 72 водителя сели за руль без прав, 179 не пристёгивались. На стоянку спецхранения отправили 45 единиц автотранспорта. С помощью средств видеофиксации выявили более 10 тысяч нарушений ПДД. Принимать отработанные покрышки на Камчатке теперь будут по новым правилам. Акция стартует 5 июня. Как сообщили в Краевом правительстве, за одну покрышку жители региона будут получать 50 рублей деньгами и 50 камбалами. Кроме того, в этом году лимит на сдачу покрышек увеличен. Теперь камчатцы по одному паспорту могут сдавать не 8 штук, а 50. В министерстве ЖКХ сообщили, что сейчас ведётся работа с предприятиями, которые принимают и перерабатывают покрышки, с тем, чтобы их продукцию, резиновую крошку, резиновое покрытие или пластиковые панели жители могли покупать с использованием камбалов. Напомним, что камбал – это госпрограмма лояльности, созданная по аналогии с бонусными программами в коммерческом секторе. Сначала жители получают баллы за активность, а потом накопленные баллы тратят на скидки и услуги от партнёров. Заработать баллы в системе социальных баллов камбал можно за такие активности, как донорство, волонтёрство, участие в экологическом движении или за ежедневное прохождение 10 тысяч шагов. Потратить баллы можно на услуги и товары партнёров системы, например, на посещение тренажёрного зала, бассейна или поход в театр. На городских улицах появятся ещё 25 рисунков. Фестиваль граффити «Авача стрит-арт» в четвёртый раз пройдёт в краевой столице. Об этом сообщил мэр Петропавловска Константин Брызгин. Тематика фестиваля будет прежняя. Это культурно-исторический код полуострова, а именно картины, рассказывающие об истории, достопримечательностях, природе, местных видах спорта и туризма. В этом году граффити появятся на Маховой и 10-м километре, в Серогласке, на северо-востоке, в шестом километре АЗС, в горизонте, КП, в микрорайоне Дальний, на улице Океанской и СРВ. Для участия пригласили 18 художников, из которых 6 местные, а 12 из других регионов. Фестиваль продлится с 1 июля по 5 сентября. После завершения камчатцы смогут поддержать голосом понравившиеся работы. Объединил активистов из 15 регионов России. Форум молодых политиков завершил свою работу на Камчатке. Его последний день посвятили практическому закреплению полученных знаний. Команды представили проекты, подготовленные под руководством федеральных и региональных экспертов. Также делегаты разных регионов представили свой лучший практический опыт по волонтерской работе и организации патриотических акций. Самых активных поощрили наградами. Председатель Краевого Заксобрания Ирина Унтилова отметила, что участникам форума удалось найти ответ на вопрос, каким должен быть молодой политик. Для этого нужно было поучиться у экспертов, поработать в группах, создать и защитить проекты. Я очень надеюсь, что действительно встречи, которые здесь произошли, они будут продолжены, потому что ничего не ценнее, чем человеческое общение. Но я думаю, что ничего у нас не состоялось, если бы не наши эксперты. Спасибо вам огромное. По отзывам участников форума, каждая минута, проведенная с вами, давала им новое знание. Это очень важно, потому что они бы просто, ну, наверное, сами эти знания нигде бы не дали. Председатель молодежного парламента Елизавета Югай поблагодарила каждого участника и эксперта за то, что они нашли возможность и время посетить полуостров и принять участие в форуме. Действительно, это была моя такая боль, моя мечта, этот форум для молодых политиков провести, потому что мы знаем, что очень много мероприятий у нас проводится для молодежи. Но для молодых политиков они проводятся очень редко и очень мало. Поэтому я надеюсь, что мы эту тенденцию сохраним и будем встречаться с вами гораздо чаще, особенно на вот таком же региональном уровне, особенно дальневосточниками, потому что я думаю, что это очень важно. Добавим, участниками форума стали молодые люди из Москвы, Приморского, Хабаровского, Пермского, Забайкальского и Камчатского краев, Владимирской, Магаданской, Челябинской, Амурской и Сахалинской областей, Якутии, Донецкой и Луганской народной республик, а также Запорожье. Форум длился три дня. Его участники прослушали лекции социологов, политологов, специалистов по работе в соцсетях и новых медиа и применили полученные знания на практике. Наши бойцы в зоне СВО становятся героями, о которых уже пишут книги и снимают фильмы. Совсем недавно они освободили Артёмовск. Об этом сейчас говорит вся Россия. Мы дали возможность камчатцам передать тёплые слова и пожелания нашим ребятам. Ребята, вы молодцы, что находитесь на таком опасном участке, на опасных участках, и вам много-много побед. Вы победители, будьте победителями. Желаю им сил, здоровья и всего самого наилучшего, чтобы держаться. Просто, ребята, держитесь. Конечно, молодцы, конечно, самые сильные, защитники наши, по-другому не скажешь. Я сколько слушаю по телевизору, что они просто, вот то, что они говорят, я не мог не пойти. Или если не я, то кто? Это, знаете, такие эмоции вызывает. Спасибо вам, наши дорогие защитники, за то, что вы стоите на страже интересов России, защищаете наши ценности моральные, духовные, веру нашу православную. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. Храни вас Бог. Я бы сказала ребятам, спасибо им большое за то, что они отстаивают свою родину, чтобы они все были живы и здоровы. Мы их все ждем с победой. Сегодня слова поддержки особенно важны. Камчатцы неустанно помогают нашим героям в зоне СВО. И ребята знают, с таким надежным тылом ничего не страшно, и впереди только новые победы. Дети из Усть-Камчатского района отправились во всероссийские центры отдыха. Рамы с антибликовыми стеклами появились в художественной школе Вилючинска. Знания английского языка смогли подтянуть камчатские пенсионеры. Об этих и других событиях узнаете далее. Более 120 детей из Усть-Камчатского района отправились во всероссийские центры отдыха. Артек в Крыму и Океан во Владивостоке. Это школьники из пострадавших в середине апреля от вулканического пепла поселков Ключи и Козыревска. Во всероссийский детский центр Океан, город Владивосток, в течение летнего периода планируется направить 155 детей. Из них на 7-ю смену с 29 мая по 18 июня 50 детей, на 9-ю смену с 15 июля по 4 августа 57 детей, на 10-ю смену с 8 по 28 августа 48 детей. Международный детский центр Артек на 6-ю смену в период с 29 мая по 18 июня направлен 71 ребенок. Напомним, после извержения вулкана Шевелочь 11 апреля и сильнейшего выпадения пепла в поселках Ключи, Козыревск и Селемайском местные власти обратились за помощью краевым. Решение о направлении детей на курортное лечение было принято после осмотров их специалистами Минздрава России. После обращения губернатора Камчатского края Владимира Солодова к президенту страны Владимир Путин поддержал инициативу и дал поручение оказать необходимую помощь. Мы доезжаем до Петропавловска, размещаемся в гостинице «Полёт». Там ночуем и уже на следующий день, 30 мая, в 2 часа дня мы улетаем в Владивосток. Там нас встречает автобус от лагеря «Океан» и увозит уже непосредственно в сам лагерь, где мы отдаем детей сотрудникам учреждения. Всех ребят провожали родители и близкие им люди. И каждый, безусловно, радовался за своего ребенка искренне, что появилась такая возможность посетить знаменитые центры всероссийского масштаба. Я сегодня проводила сына в лагере «Океан». Очень довольна, что власти изыскали возможность, оплатили путевки, проезд. С 11 апреля, как вы все знаете, дети вынуждены были вот этим всем дышать. Мы очень рады, что детей вывозят на отдых, на свежий воздух. Радостные школьники собирались в путь, где их ждет много всего интересного. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам данного мероприятия, что у нас есть возможность посетить Всероссийский детский центр «Океан». И не просто посетить, а посетить все вместе, всей школой, чтобы мы поехали с друзьями, набрались новых впечатлений, новых знакомств, чтобы было что вспомнить в будущем. Хочу познакомиться со всеми, кто там находится, будет находиться. Хочу провести хорошо время там и побывать в настоящем лагере. Начало летних каникул у 120 ребят из Ключей и Козыревска пройдут в самых известных и престижных детских центрах России. В июле-августе во Владивостоке восстановить здоровье смогут еще 100 школьников из пострадавших от вулканического пепла поселков Усть-Камчатского района. Рамы с антибликовыми стеклами появились в детской художественной школе Вилючинска. Их купили по программе наказов избирателей. Депутат Краевого Заксобрания Роман Литвинов посетил учреждение. Педагоги показали ему детские работы, в том числе выставку плакатов ко Дню Победы. Рамы мы выбрали такого нейтрального характера, чтобы они могли подходить и под графическую, и под живописную работу. С этой стороны нам сделали крепление, мы их на шурупчиках откручивали для многоразового использования. Педагоги отметили, что для оформления большой выставки, безусловно, необходимо больше рам. Мы приобрели рамы в количестве 10 штук. Нам даже хватило на упаковку этих денег, то, что мы приобрели рамы. И они отличаются тем, что у них идет антибликовое стекло для работ в музеях. Но я так думаю, что хотя бы рам 50 нам бы еще нужно было для школы. У нас есть как рамы для работ, которые мы отправляем на выставки, на кровавые городские выставки возим, так и у нас есть еще работы, которые хранятся в фонде, как в музеях. Это работа еще учеников прошлых лет, первых учеников Шохина, первого директора художественной школы. Они нестандартного размера, и, конечно, хотелось бы заказать под них еще рамы. Репутат рассказал преподавателям, как их учреждение может претендовать на включение в программу наказов избирателей, чтобы задуманные планы на благо школы воплотить в реальность. Это прекрасное учреждение, где воспитывается много детей, им прививается любовь к творчеству, они развиваются. В этом году школа празднует 50 лет. Пообщавшись сегодня с коллективом, мы выяснили, что есть большие планы, есть проблемы. Мы продолжать будем сотрудничество и выделять в дальнейшем денежные средства на развитие школы, на приобретение материальных ценностей. Добавим, детская художественная школа Вилючинска основана 1 ноября 1973 года известным камчатским художником-акварелистом Виталием Шохиным. Он был первым преподавателем и директором школы. Сейчас там обучаются на бюджетной основе более 200 учеников с 8 до 18 лет и работают два отделения – живописи и декоративно-прикладной композиции. Лучших газодымозащитников выбрали на Камчатке. Смотр-конкурс «Лучшее звено газодымозащитной службы» проходил в несколько этапов между шестью пожарно-спасательными частями Камчатки. Газодымозащитник – это пожарный, который работает в непригодной для дыхания среде, в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. То есть задымленная в простонародной среде. При работе в задымленной среде у пожарных существует очень множество правил, написанных на костях. На первом этапе спасатели ждали билеты с пятью вопросами и одной задачей. Ответить на билеты пожарные должны были за ограниченное количество времени. Следующий этап был прохождение дымокамеры, где создавалось искусственное задымление и полное отсутствие света. То есть газодымозащитники шли на ощупь, проходили. Все команды справились на пять баллов с данным упражнением. Огневая полоса психологической подготовки стала третьим этапом региональных соревнований. Пожарным необходимо было пройти снаряды в условиях реального задымления и открытого огня. Тоже есть много этапов, такие как резка дверей, поиск и нахождение пострадавшего в тоннеле, надевание спасательного устройства на него, вынос и правильное укладывание на носилки и оказание первой помощи. По результатам конкурса первое место заняли представители специализированной пожарно-спасательной части. На втором месте сотрудники пожарно-спасательной части номер 2 Петропавловска. На третьем представители пожарно-спасательной части номер 1 Краевой столицы. Победители регионального этапа представят полуостров на межрегиональных соревнованиях среди команд Дальневосточного федерального округа, которые пройдут во Владивостоке 5 июня. Знания английского языка смогли подтянуть камчатские пенсионеры. В Крае подвели промежуточные итоги курсов активный английский, который запустили в марте. Как сообщили в правительстве региона, в планах было набрать одну группу численностью в 5 человек, но на курсы записались уже более 50 пенсионеров. Я как преподаватель могу сказать, что горда своими учениками, потому что мы идем в довольно хорошем темпе. Учитывая, что мы начинали с нуля, буквально с азбуки, с алфавита, со звуков, а сегодня мы уже строим целое предложение, мы уже пытаемся говорить. Учитывая интерес учеников к этим курсам, было принято решение, что мы продолжим с ними изучение английского языка с осени. И к Новому году это уже будут готовые, скажем так, люди, владеющие разговорным уровнем, которые на бытовом уровне смогут общаться, смогут высказывать какие-то свои мнения, могут поддерживать беседу. Вот такие вот у нас планы. В процессе обучения на первый поток набрали 17 человек, из которых осталось обучаться 14. Трое человек не смогли по состоянию здоровья. Участников курсов поделили на три группы, две из которых занимаются два раза в неделю. И одна группа посещает занятия один раз в неделю. Групповые занятия помогут не только повысить уровень знания иностранного языка и улучшить память, но и позволят познакомиться с новыми людьми и расширить круг интересов. Более 600 камчатцев примут участие в полумарафоне «Забег.РФ». Мероприятие пройдет уже в это воскресенье, 4 июня в центре Петропавловском. Участники смогут пробежать одну из четырех дистанций на выбор – 1, 5, 10 или 21 километр 100 метров. Каждый получит брендированную футболку с символикой старта и медальной финиши. Во время мероприятия гостей ждет развлекательная программа. Стать участником полумарафона может любой желающий от 6 лет. Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно на сайте мероприятия. Без перекрытия дорог в этот день не обойдется. 4 июня в центре краевой столицы с 13.00 до 23.00 перекроют участок дороги по улице Озерновская-Коса в районе отеля начальник Камчатки до улицы Ленинская-32. Движение перенаправят по улице Советская. Напомним, «Забег.РФ» проводится ежегодно с 2017 года. Тогда он прошел одновременно в 10 городах России. В 2018 году в полумарафоне приняли участие 15 городов, а в 2019 – уже 19. В 2020 и 2021 годах представители бегового сообщества синхронно вышли на старт уже во всех субъектах России. Экономят время и силы, позволяют не зависеть от режима работы офисов компании. Онлайн-сервисы ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» облегчают жизнь с камчатцем. Они удобны и просты в использовании. Жители Камчатского края активно пользуются интерактивными сервисами ДЭК. Более 50 тысяч показаний передали клиенты энергокомпании в мае, используя личный кабинет, его мобильную версию, смс-сообщения, официальный сайт ДЭК и чат-бот в приложении Viber. Познакомиться со всеми интерактивными сервисами, начиная от личного кабинета и заканчивая передачей показаний, можно на официальном сайте ПАО «ДЭК». Личный кабинет – это удобный способ коммуникации с компанией. С его помощью можно передавать показания, ввести сразу несколько лицевых счетов, следить за историями отчислений, оплачивать счета за свет и тепло без комиссии, распечатать квитанцию за нужный период. Перейти в личный кабинет можно с официального сайта ПАО «ДЭК». Мобильное приложение ЛК «ДЭК» Камчатский энергосбыт может скачать каждый. Для его использования достаточно смартфона. В настоящее время в личном кабинете зарегистрировано 55 тысяч лицевых счетов жителей Камчатского края. Личный кабинет ПАО «ДЭК» и его мобильная версия позволяют оплачивать счета в любое время в любой точке мира, не переплачивая комиссию и получая кэшбэк, если использовать карту МИР. Акция «Оплачивайте счета ДЭК» с кэшбэком по карте МИР действует до конца 2023 года. Все пользователи личного кабинета клиента и мобильного приложения ПАО «ДЭК» могут получить кэшбэк в размере 1% от любой суммы оплаты коммунальных услуг. Также энергокомпания предлагает клиентам отказаться от бумажных квитанций и получать счета за свет и тепло по электронной почте. Оформить заявку на электронную квитанцию очень просто. Надо зайти на сайт ПАО «ДЭК» и заполнить анкету в разделе «Квитанции по e-mail». Уже в следующем расчетном периоде квитанция придет на указанный адрес. Клиенты ПАО «ДЭК» могут воспользоваться и услугой «Предварительная запись» на сайте компании, тем самым минимизировать ожидания в очереди, выбрав удобное время для посещения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова